всем привет с вами алексей 20 декабря зима и самое время заняться стратификации для тех кто не знает что такое стратификация это либо агроперлит как в нашем случае влажный не мокрый не сухой а немножко влажный так либо песок кварцевый песок можно обычный в общем используются разные материалы но агроперлит показал самые лучшие результаты поэтому я ему пользуюсь приобретал в эпицентре также можно на специализированных фирмах купить поэтому в этом проблемы сейчас нету никакой можно использовать баночку как моем случае можно использовать другие какие-то емкости это не важно значит что можно стратифицировать и для чего можно фундук стратифицировать для того чтобы посадить скажем так из ореха это только в селекционных целях делается до либо если вам нужны растения которые для изгороди грубо говоря не имеет никакого значения какой будет орех и так далее потому что сеянцы не передают материнский слой и вы не получите к сожалению качественного скорее всего ореха это будет совсем другое растение сорт не передается однозначно так и то же самое можно делать с медвежьим орехом если вам это нужно вырастить свой медвежий орех то тогда можно делать вот такую вот тему орех не обязательно должен быть этого года особенно по медвежке это касается и 2 и 3 лет к нормально хранившиеся у меня в холодильнике вполне для этого подошла и показала прекрасные результаты значит что мы сделали мы взяли увлажнили туда поместили наш орех и вот в таком я вообще под закопаю потом и в таком положении он будет храниться хранится будет либо в погребе либо в холодильнике то есть температура нужно легкий легкий плюс потом если вам надо чтобы они быстрее проклюнулись прямо здесь прямо в этом агроперлете вы просто в теплое темное место ставите и начинается очень живо процесс проклевывания дальше после процесса проклевывания вы можете скажем так высаживать либо дома в большие емкости чтобы в тепле находилась либо если это уже совсем на улице тепло можно будет высаживать уже прямо в землю эти проклюнувшийся этот проклюнувшийся орех скажем так и так вы увлажнили орех поместили что дальше дальше сейчас я лично буду хранить в холодильнике меня это вполне устраивает у меня там около 10 градусов может от 6 до 10 скажем так меня это вполне устраивает вот и мне хорошо следить до следить надо обязательно так как если мы полностью закроем возможно что здесь у нас образуются нежелательные микроорганизмы плесень зацветет это не годится дай чтоб сам орех не спрел возможно я буду делать вот так то есть прикрою оставлю маленькую маленькую щель вот если в погребе в погребе прекрасная температура но так как в погребе бываешь реже там просто тяжелее контролировать холодильнике меня легче контролировать объем небольшой поэтому все будет хорошо если вы подписаны на канал есть жалобы что не приходят видео а вы хотели бы получать видео с этого канала то пожалуйста отпишитесь и сразу переподпишитесь обязательно со звенящим колокольчиком тогда вы будете получать все уведомления так как либо вы какое-то время не смотрели мои видео они перестают приходить вам рекомендациях либо просто алгоритмов youtube а идет сбой и вам надо просто подписаться и переподписаться со звенящим колокольчиком поставьте пожалуйста лайк если вам это видео было полезно поделитесь друзьями если она вам понравилось и если что то непонятно напишите в комментариях все не буду задерживать всем спасибо огромное кто смотрел всем огромный привет из харькова и всем пока